Граждане, будьте бдительны и внимательны, не болтайте лишнего, не разговаривайте с незнакомцем, а вдруг он окажется шпионом. Похоже, что трагический инцидент в Кишиневском аэропорту, мифические истории с не менее мифическими сирийцами, сербами, чеченцами и вагнеровцами наши власти так ничему не научили. Нам опять предлагают заглянуть в холодильник, под стол, под кровать, в стиральную машинку, в духовку, возможно, в сливной бачок унитаза и найти какого-то мифического шпиона ФСБ СВР или ГРУ. Это при внешнем долге страны в 60 миллиардов леев, и при том, что за два года правления ПАЗа 88 тысяч человек покинули Республику Молдовы. Цифры взяты не с потолка, их на днях привел бывший премьер-министр, старый новый лидер молдавских либерал-демократов Влад Филат. Добрый вечер, меня зовут Артур Ефремов, мы в прямом эфире ТВС-21 на главном. О главном сегодня будем беседовать с блестящим молдавским журналистом и публицистом Дмитрием Чумашенко. Дмитрий, добрый вечер. Давай сразу откроем некие скобки и карты перед нашими зрителями. Так как мы с тобой знакомы лет 30, мы с тобой давно, но ты, а у журналистов как-то на вы не принято обращаться. Так что наши друзья-то знают, а они, другие, пусть не волнуются. Спасибо, что принял приглашение. Спасибо. Слушай, как-то судя по тому, что нам вкручивает очередное дело молдавского Дрейфуса или, я не знаю, там, очередного молдавского Штирлица, я так понимаю, что скоро будут неким мавитоном, если человек не будет признаваться в том, что он работает на ФСБ, СВР или Гору или другие российские спецслужбы. Судя по вчерашнему заявлению, директора службы информации и безопасности. Вот зрители, у нас народ же предельно любопытный, все допытываются. Ты кем завернован много лет назад и на кого ты сейчас работаешь? Будь любезен, скажи нам правду. Сказать по правде, я сбился уже со счета 6-7 разведок как минимум. Ну, конечно, российские, румынские, украинские немножко, израильские, американские. То есть я путаюсь. А, к разведке Гондароса не имеешь никакого отношения, да? Ну, они под американцами. А, под американцами, вы поняли. То есть я путаюсь, да. Вот иногда там обращается какой-то, говорит, этот майор такой-то, и думаю, он сам от себя или под чужим флагом, как говорится, выдает себя за какого-то там... Супершпиона. Короче, надо держать ухо в остров всегда. Не, ну, согласись, зато у нас очень весело. Последние два года супервесело. Каждый день, реально каждый день. Вчера длинный монолог господина Гросса, сегодня очередная законодатель инициатива, ну и так далее. То есть я думаю, что к первому сентября, я думал, что будет тихо и спокойно. У нас, наоборот, американские горки, чтобы не сказать славу, дурдом набирают обороты. Я тебе приготовил очень много вопросов. Я, кстати, очень признателен. Мы с Дмитрием говорим всем спасибо всем тем, кто не побоялся публично озвучить свои вопросы лично и на персональной странице господина Чебошенко в Фейсбуке и на странице Фейсбуке вашего покорного услуги. Мы очень уважаем людей, которые не считают себя овощами или овощами, как правильно по-русски. И хотят быть активными, правильными и людьми, которые имеют свою гражданскую, жизненную и личную позицию в этой жизни. Слушай, опять же, так как народ любопытный, очень многие вопросы повторились, поэтому я их собрал в единую кулак, в единую кучу. И как бы буду тебе, наверное, оглашать то, что хотят услышать наши телезрители от тебя. Если популярный по-русски, какой бес, вот реально людей это очень интересует, какой бес тебя попутал несколько лет назад податься в политику под крыло господина Усатого? Так как Усатого у нас много, озвучив его имя, Рената. Да, ну это было в 2016 году. Мы помним, что когда Рената Усатый перешел в молдавскую политику в 2014 году, у него была бешеная популярность, огромные рейтинги, он собирал тут огромные по 100 тысяч толпы людей. Партия тоже пользовалась огромной популярностью. И в 2014 году эту партию сняли с выбором, Патрия там под другой вывеской была. Потом, значит, они массово выиграли местные выборы. Я тогда не занимался, я просто писал, как журналист про это. И в 2016 году случилась эта история с президентскими выборами. Когда 4 марта 2016 года Конституционный суд изменил Конституцию, как бы вернул выборы всенародные президента. Но при этом повысил избирательный ценз, порог, возрастной ценз для кандидатов с 35 до 40 лет. Это чтобы отсечь именно вот Рената Усатого. И тогда еще был Дарин Киртуака, такой конкурент, возможно. И это было где-то в июле месяце 2016 года в час ночи. Звонок, значит, звонит Рената Усатый. А ты что, обычно в это время не спишь? Ну, я спал тогда уже, да. Это была ночь, я помню, суббота на воскресенье. Он говорит, привет, привет. У нас вот прошло заседание Национального совета, и мы определились с кандидатом в президенты. Я говорю, ну, поздравляю, ночью об этом. Нормальный звонок сейчас ночи. Говорит, ну вот, давай сейчас пришлю в машину, подъезжай, обсудим этот. Вот так они решили, что можно мне предложить быть кандидатом в президенты. Я где-то месяц думал, советовался с разными людьми. И люди, в общем-то, говорили, ну, а почему не попробовать? То есть тогда было ясно несколько вещей. Ну, во-первых, что выборы такие сомнительные. Но их можно было бы бойкотировать, признать незаконными из-за этого решения Конституционного суда, если бы вот все это признали, и выборов не состоялось. Но это невозможно, учитывая амбиции наших молдавских политиков. Все равно бы кто-то там скрысятничал и побежал впереди паровоза. И у нас появилась тогда идея одного указа, если кто помнит. А я не помню, напомню, пожалуйста. То есть был президент одного указа. Программа состояла из одного пункта, что после победы кандидат нашей партии подписывает указ номер один, он же указ номер последний, о распуске парламента. Логика была такая, что если в избирательной кампании кандидат идет с этим предложением, и избиратели это поддерживают, то это означает легитимность этого решения, поддержку избирателя, и имеет полное право избранный президент подписать такой указ. Конечно, бы не согласились, там Полхотнюк и все остальные, с такой вещью. Да, это была бы обуча. Но уже бы зависело, поддержали бы люди, не поддержали. Ну, я не говорю, что были реальные и нереальные шансы. То есть тогда Додон был вне конкуренции, у него был самый высокий рейтинг. Но четыре других кандидата, это Майя Санду, Андрей Анастасий, Мариан Лупу, и кандидат, скажем так, от нашей партии Дмитрий Чубашенко, там были шансы где-то по 10-15% у каждого. Но потом произошли некоторые вещи, Андрея Анастасии продавили, он снял себя с выборов в пользу Майя Санду, и образовалось уже два лидера, и, конечно, догонять их было сложно. А потом еще и Мариана Лупу, Плохотнюк снял с выборов, как бы в поддержку Майя Санду, такая была отравленная, вот мы поддерживаем Майя Санду, снимаем Лупу. Но на самом деле все понимали, что это было сделано в пользу Додона, потому что что-то они там посчитали, он не добирал, и пришлось снять Лупу. Но третье место 6%, тогда был такой результат. Слушай, ну не дурно, с первого захода, после звонка в час ночи, за два месяца, слушай, это круто. То есть было неплохо. И уже в 17-м году, в феврале, был съезд партии, и меня избрали вице-председателем одним из пяти, и вот я занимался этой партийной деятельностью. А почему ты ушел из всей этой истории с Усатом? Как ушел? Сегодня 11 июля, ровно два года, как прошли парламентские выборы последние. Блок Рената Усатова не преодолел избирательный порог, 7%, набрал меньше 5%, и мы не прошли в парламент. Он уехал где-то год его практически не было. Он стернулся в свою деятельность. Он был здесь, да. Никто не знает, чем он занимался. И вот оно до сих пор как бы так тянется. Фактически 4 из 5 вице-председателей, они ушли. Они как бы не связаны никак. И, в общем-то, такая история. Все это как-то само собой. Скажи мне, пожалуйста, раз ты был в теме, ты был внутри этой команды и знал Усатого как облупленного, есть такое выражение в русском языке. Вот с моей точки зрения, возможно, ошибаюсь, поправь меня, не обижусь. Господин Усатый сегодня смейл колокольни балансирует между очередным городским сумасшедшим и потенциальным спойлером в поддержку Майя Санду на предстоящих в следующем году президентских выборах. Ты какую версию за этих поддерживаешь? Или есть своя точка зрения на его потенциальные или непотенциальные перспективы молодовской политики? Я не знаю инсайдов, так информации изнутри, но я наблюдаю за этой партией сейчас, как за любой другой партией со стороны. Из того, что вижу, вот я слышу, он объявил, что о перезагрузке Реситаря, о перезагрузке партии, фактически о создании новой партии. Он сказал, что проведет съезд сейчас летом партии, там будет избрано новое руководство, и дальше партия будет участвовать во всех избирательных кампаниях. Я так понимаю, какие предстоят у нас цикл местные выборы, потом президентские выборы, и потом парламентские выборы. Если раньше он позиционировал себя как третья сила, тогда было деление пророссийский и проевропейский. Или Демократа плюс Дадон, или Сандо и компания. Да, а он как бы посередине, не с теми, не с теми, и многие люди поддерживали такой подход. Сейчас я не вижу шансов для такого позиционирования. Я не могу объяснить, почему, опять же, вернулась. Я всегда был против геополитики, вот этой оголтелой и совершенно безумной в том, что у нас происходит, геополитикой. Деление людей на проевропейский, про российский, условно лево, условно право. Боюсь, что это будет продолжаться в ближайшие годы. Но обстоятельства, сама жизнь нас толкает опять в эту колею. И сейчас никто никуда от этой геополитики не денется. Все равно придется действовать в рамках такой геополитики. И если там, будь то усатый или кто-то другой, захочет себя позиционировать, как какая-то третья сила, там ни левые, ни правые, мы валенки, значит, ничего из этого не получится. Я вчера получил несказанное удовольствие от того, что очень внимательно и слушал, и наблюдал монолог известного в узких кругах молдавского историка Игоря Гросса, который рассказывал, как лево живется членом ПАС, как хреново будет жить со Шуру и Шуровцем, и как всем нам светит коммунистическое будущее, но не раньше 2030 года, когда, по мнению историка Гросса, Молдова, возможно, потенциально вступит в Евросоюз. — Ты знаешь, у меня сложило ощущение, что мы, простые смертные граждане этой страны, и господин Гроссов и компания, мы живем в двух разных вселенных или в двух разных параллельных или альтернативных мирах. Какое удовольствие ты вчера получил от его пространного монолога о смысле бытия и о нашем светлом будущем? — Во-первых, Гросса не историк. Я изучал, приходится читать их биографии. — Он же пиарит себя как историк из Кагуба. — Я хочу понять, что это вообще за люди. Да, он закончил исторический факультет Молдавского государственного университета, по-моему, в 92-м году, и с тех пор историком он не работал. — Диплом у него есть, он сразу пошел в какие-то НПО, он НПОшник. Вот у нас есть регистр профессии, или как это называется, туда, наверное, надо включить новую профессию НПОшник. — Слушай, хорошая идея. — То есть, профессиональный НПОшник. — По-честному, понимаешь? Ты кто? Ты кто? Я НПОшник. — Да, которые сидят в проектах, пишут заявки на гранты, получают эти гранты. Причем сегодня они могут продвигать реформу юстиции, завтра провал ЛГБТ, борьбу с коррупцией. И сейчас вот в моде борьба с дезинформацией и пропагандой, значит, у них вот новый... — Помнишь, во времена нашего студенчества было хорошее такое слово в отношении таких, как он, многостаночник? — Не надо обижать многостаночников, потому что гранты были профессионалы, они могли работать на разных станках, и токарном, и другие какие были, и фрезерном, и слесарем. — Понимаю, мы это все помним. — Вот они все НПОшники. Некоторые успели поработать в иностранных посольствах, которые в Кишине. Они фактически были государственными служащими других правительств, получали зарплату от других правительств. Можно назвать фамилии конкретно, кто этим занимался. А эти, кстати, НПОшники, они тоже на содержании у иностранных правительств или напрямую... — Это не секрет. — ...или через более такие прокси-организации, которые зонтик держат над всеми и распределяют. Типа фонд Сороса, европейский фонд за демократию, американский фонд за демократию, национальный. То есть вот он НПОшник. То, что он сказал, это действительно... Они живут в таком отдельном мыльном пузыре, вот это их власть ПАС. Что-то сочиняют какие-то свои достижения, которые ничего не имеют с реальной жизнью. То есть реально за два года мы видели ослабление, если не провал государственных структур. Сейчас можно много цифр приводить, но если взять основные показатели развития... Есть, например, макроэкономические показатели, развитие экономический рост или ВВП в минусах, промышленность в минусах, сельское хозяйство в минусах. Средняя заработная плата выросла в номинале, допустим, до 12 тысяч сегодня с 9 тысяч, что было два года назад. Но с учетом инфляции сейчас реальная зарплата уменьшилась. То есть на эти деньги можно меньше купить товаров и оплатить услуг, чем два года назад. Про население ты уже упомянул, минус 90 тысяч населения. Это как бы только официально, неофициально мы не знаем. Экспорт, импорт, дефицит внешней торговли. Он уже достиг, то есть импорт почти в два раза превышает экспорт в 2022 году и достиг дефицит почти 5 миллиардов долларов. О внешнем долге тоже уже прозвучала эта цифра. В соцсетях 40 миллиардов. До 60 миллиардов. До 60 миллиардов. И вот если взять все макроэкономические, социальные показатели, они все падают, все деградируют. Они нам рассказывают какие-то сказки, что увеличили пенсию на 15%. У них логика, она на самом деле уменьшилась, потому что инфляция 30%. Они должны были по закону пенсию на 30% индексировать. Они в половину этой суммы индексировали, говорят, увеличили. Вот я встречаю иногда некоторых сторонников этой партии. Они говорят, видели, как они повысили пенсию на тысячу лей. Вот у меня пенсионеры на тысячу лей в месяц. А если в год посчитать, 12 тысяч лей. Серьезная сумма, 12 тысяч лей. А ему говоришь, инфляция 30, съела все. Не, ну оставь, это как бы не видно. Ну пошел, лей на хлеб добавилось, еще 10 лей за газ, что-то за свет. Да, платим, приходится. Но пенсия-то выросла. Слушай, а ты как объяснить самому себе и всем нам, кто сегодня слушает наш диалог, а на что ПАС рассчитывает ближайшие, на ближайшие три выборные кампании, местные, муниципальные выборы, президентские выборы и парламентские выборы? Что вот они дальше будут рассказывать красивые сказки в стиле Жюль Верна или Александра Дюма? И все им будут верить? Они рассчитывают на несколько вещей. Первое, это их, ну что называется, ядерный или ядреный электорат. То есть они действительно на парламентских выборах в 21-м и раньше, за полгода до этого, на президентских в 20-м году, они получили просто феноменальный результат. И тогда невозможно было это остановить. Вот кто говорит, что надо было там голосовать так или не так. То есть настолько себя дискредитировал Дадон социалистами, и настолько была вот эта такая волна в пользу ПАС и Майя Санду, что это невозможно было, когда на тебя идет эта волна, цунами. Нельзя с этим бороться. Это надо было им дать вот эту власть, чтобы они подавились, и чтобы какая-то большая, существенная часть людей поняла, что они опять ошиблись, проголосовав за это, что эти ничего не сделали. Другого, как от ковида иммунитет получить, как зараза вот эта. Массовая иммунитет. Ковидная, да. А ты думаешь, что… Да, но при этом они получили 50% и больше. Сейчас эта волна схлынула. И я думаю, что у них сейчас 20-25%. Это вот оно останется при любых обстоятельствах. Незыблемо. То есть в этих входят вот эта вся их верхушка, которая прекрасно живет. В общем-то, это все эти НПОшники, о которых мы говорили. Там депутаты, министры, вся их родня. Вот все, которые крутят царя от этой власти. У них все хорошо. Опросы показывают, что 5% населения у нас всегда всем довольны. Вот это они. Были при разной власти. Министры, депутаты и их семейные главы. У них все хорошо. И есть еще идейные. Часть этих сторонников, она действительно идейная. То есть это люди могут быть очень бедные. То есть нищие пенсионеры, которые там на последние копейки что-то покупают. Но они из идейных соображений. Я встречаю техник, мы все равно за них будем голосовать. Я вспоминаю в связи с этим повесть Тимаркиса «Полковнику никто не пишет». Не пишет. Да, у него был петух такой бойцовский. И они прозябали со старухой и женой. У них не было денег, не было еды. Но они для петуха держали зерно, маис. И надеялись, что через 45 дней состоятся петушиные бои. И он станет чемпионом. И он станет чемпионом, они сорвут куши. Вот эти люди так же. И там заканчивается эта повесть чем. Когда последнее жмение кукурузы он дал этому петуху, жена спрашивает старуху, а что мы кушать будем? Полковник отмечает дерьмо. Вот это люди такие есть сторонники ПАС, которые думают, что все равно когда-то мы как-то проскочим. У них еще какая психологическая такая травма, я бы сказал. Их все обманывали. Их обманывали. Кто их только не обманывал? От Снегура до Дудунар. От Снегура, Рожка. За Рожкой был Гимпу. За Гимпу был Филат. Потом были эти альянсы за европейскую реформу. Кого только не было за 30 лет молодовской независимости. Потом последние были платформа «Да» с Андреем Анастасием. И сейчас «Майя Санду». И они уже не хотят, вот те нас поймели, эти поймели. Ну неужели и эти нас как бы обманут и поймают? Им не хочется вот в это верить. И они продолжают все равно их поддерживать. Какие шансы есть сегодня? То есть вот это как бы два таких мотива. Что есть довольные, есть фанатики. Потому что это сектантская действительно организация. По принципу секта она построена. Во главе со своей вождем своей секты. Секта свидетелей «Майя Санду» и «Европейская интеграция». Они рассчитывают на помощь также Запада, безусловно. Но Запад растяжима. Потому что на их стороне сегодня играют 4 игрока внешнеполитических, мощных. Это Вашингтон, Брюссель. Это Бухарест. Ну и немного Киев. Немного, потому что Киев связан войной. Нет, весь Запад их безоговорочно поддерживает. Это было доказано саммитом в Ульбаке. То есть мы видели, вот я что там увидел. 40 лидеров приехали. Из них 4 лидера государств Большой Семерки. Все руководство Европейской комиссии. Они то, что хвалили, ладно, Майю Санду, эту власть. Ну понятно, они приехали говорить хорошие слова. Но они не сказали ни одного, не то что критического слова. А даже вот какого-то сомнения или пожелания. Иногда вот, как раньше писали, что хорошо, хорошо, хорошо. Но вместе с тем есть еще резервы для улучшения ситуации. Они даже вот этого не сказали, что вы молодцы, но вот давайте еще лучше что-то сделаем. Помнишь, много лет назад Голливуд снял шикарный фильм с Аль Пачино, Киану Ривз и Шарли Стерон, адвокат дьявола. Вот я считаю, что хорошие журналисты, неважно где они живут и где они работают, иногда должны быть адвокатами дьявола по отношению к властью, по определению. Я не ошибаюсь, ты же сталкивался с этой суммой, да? На саммит Бульбака было потрачено 240 миллионов лей, уже опубликовали. У меня только один вопрос. Оставим иллюзиям идти из покоя. Мы не в том возрасте, чтобы уже предаваться романтике иллюзиям. Скажи мне, пожалуйста, когда проводятся такие глобальные тусовки, что мы имеем в остатке, уже практически скоро будет полтора месяца, как саммит улетучился, вшел в историю. Война в Украине не завершилась, и конца и края ей пока не видно, увы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, продолжает бодаться с евроколхозниками, как и бодался до сих пор. Приднестровская проблема не решена, и Макрон, который тут ввал на себя тяняшку в поддержку Кишинева, евроинтеграции молодовской власти, буквально пару дней назад чуть не втолкнул Францию в гражданскую войну, настоящую. В чем был смысл потратить 240 миллионов? Я слышал, что дорожники, которые ремонтировали самую трассу от Кишинева до Бульбаки, до сих пор государство с ними не рассчиталось, при том, что нашли какие-то супер смешные мотивы в стиле одесского префоза. Не бички, а бычки, и вы неправильно, гражданин, название рыбы произносите. Зачем это надо было делать, тратить огромные суммы, когда результат нулевой? Кроме того, что о тебе в несколько дней говорили все мировые информационные агентства, телекомпании, визиты. В смысле в чем? Во-первых, это все придумал Макрон. То есть, Европейское политическое сообщество, эту платформу все придумал Макрон. Он хочет сделать что-то такое шире Европейского союза. Многие же хотят в Европейский союз 27 государств-членов, и 6 или 7 кандидатов-членов, включая Молдову, и страны Балкан, Украина. Этих не хотят пускать. Но что-то им дать надо. И Макрон придумал это Европейское политическое сообщество. Вот такая большая тусовка. Мы все собираемся, европейцы, и обнимаемся. И ему надо найти место, где это все проводить. Первый саммит прошел в Праге. Нашли Чехов. На второй саммит развели молдаван. Третий будет в Испании осенью. В следующем году будет в Англии. Хотя Англия вышла из Европейского союза. То есть Макрону прикольно. Он король на всех этих мероприятиях. Придумал президент. В Праге отменное пиво. В Молдове отменное вино. В Испании... Нашел Лохов. Они там проводят все эти мероприятия. Он прилетает. Ходит здесь французским петухом. А там получи фашист-гранату. Это первое. Ну и молдавскому руководству приятно. Приехали 40... Ну когда еще? Ну когда еще? Не, ну никогда. Такого не было. Ну такого не было. Никогда до этого. Я думаю, уже никогда после этого уже не случится такого чего-то. Скажи мне, пожалуйста. Для них это высшая форма легитимизации. Я извиняюсь за это слово. То есть когда приезжает вся верхушка элита фактически политической Европы. Не только Европейского союза. Это Европы, 40 государств. Больше, чем ЕС. И они тебя поддерживают. Это значит, что действительно ты пользуешься поддержкой. И ты можешь теперь просто игнорировать кого угодно, потому что у тебя карт-блаш. А еще если как сегодня вот саммит НАТО проходит... Вильнюсе. Вильнюсе. Опубликовано коммунике. И там тоже есть 62-й какой-то пункт по Молдове. Там тоже говорится, НАТО поддерживает Молдову. И они теперь как нас поддерживают. ЕС, вся Европа, НАТО. То есть правильно ли я тебя понимаю, что прошедший саммит Бульбакии, продолжающий саммит Вильнюсе, поможет ПАС и кандидатам от ПАС безоговорочно выиграть мэрские выборы в Кишиневе и в Вильнюсе? Это нет. Это означает только то, что у них есть карт-бланш со стороны европейцев на то, чтобы делать все, что угодно. Это не могут... Внутри... Понятно, что внутри вообще не пахнет никакими европейскими ценностями. Это мы имеем сейчас второе захваченное государство. После Плохотнюка? То есть Майя Санду перезахватила у Плохотнюка захваченное его государство. И у нее сейчас захваченное государство, версия 2.0. То есть если взять декларацию о захваченном государстве от июня 2019 года, принятую парламентом, там признаки все. Захват государственных учреждений, контроль над юстицией, политическое преследование оппозиции. Это все сейчас имеется только еще в больших масштабах. Слушай, мы реально все это видим и понимаем. То есть это для ПАС очень важно, и для Майя Санду, что нас поддерживают. Мы можем здесь давить кого угодно, и нам за это ничего не будет. Потому что у нас же есть, допустим, другие проевропейские партии. Они вот Майя Санду, проевропейская главная. А есть еще другие, оказывается, проевропейские. Они что говорят? Например, Иван Васильевич Кико и Иван Васильевич Чабан. А два Ивана Васильевича, кажется? Да. Оба говорят, что мы тоже за евроинтеграцию, но за правильную. Майя Санду неправильно проводит евроинтеграцию. Она извратила вообще все европейские ценности. Она нарушает права человека. Попирает Конституцию. Всех преследует. Цензуру вводит. Закрывает телеканалы. И вот они приезжают в Брюссель, допустим, Кико и Чабан. И все это рассказывают какому-то комиссару Европейского Союза. Который в следующем году имеет все шансы покинуть свой пост. Да, он получает 40 тысяч евро в месяц. И хорошо, ему там все. И приезжают какие-то два молдаванина или румына. Говорят, у нас там Майя Санду не такую евроинтеграцию проводит. Он смотрит, да, но только что был саммит. Все наши начальства, оно было там. В восторге. В восторге от вашего вина. Майя Санду молодец, она вообще чемпионка, королева балла всего этого евроинтеграционного. Не, ребят, вы что хотите, чтобы я сейчас вот что-то там начал. Идите лучше пейте кофе с курсанами. Имеетесь хорошо. Политическое решение есть, оценка есть. Я чиновник, бюрократ. Я все это исполняю. Назови, пожалуйста, нам фамилию хоть одного из нынешних молдавских политических лидеров, которые всех на ссылку, которые сегодня могут серьезно остановить экспансию ПАС. Я таких не знаю. И в ближайшие два года не видишь? У меня есть своя версия, как это все можно сделать. Некому, наверное, советовать, но я могу рассказать. Расскажи, конечно. Тебя ради этого я предоставил. Это уже из области политического консалтинга, но консультировать... Сколько стоит час? Наверное. Сколько стоит час? Сейчас бесплатно. Мы с зрителями скинемся. Просто да. Может быть зритель. То есть, если считать либеральную демократию такой рыночной политикой, то выбор это такой, как базар политический. Конечно. Ты хочешь на базар, там на полках лежат разные товары политические, и ты выбираешь. Хочу за это. Мне нравится это. Вот сейчас я не вижу никакого выбора для себя. Может, кто-то для кого-то для себя видит. Мне просто нечего выбирать. Но надо обсудить две вещи. Цели, способы и средства. Три, наверное, вещи. Вот цели. Понятно, цель пас. Сохранить власть. У них все, в принципе, довольно складно. Любая власть хочет сохранить власть. 2030 год. Не зря придумали эту дату, 2030 год. Потому что под нее как раз подверстаны парламентские, сначала президентские выборы, а потом парламентские. И они будут сейчас говорить, если за нас голосуете, мы дальше идем этим курсом. Майя Санду весь второй срок и ПАС весь второй срок работают над этим. Переговоры мы сейчас начнем с Евросоюзом. И когда наш второй срок закончится, в 28-м и в 29-м году, вот там рукой подать уже. Чуть-чуть. Еще чуть. Поверьте нам третий раз. Вот логично у них, в принципе, все, вот эта сказка. Кто верит в эту сказку, тот как бы идет и голосует. Кто не верит или кто хочет их поменять, кто считает, что эта власть плохая. Тут мы что имеем? У нас, мы говорили, от геополитики никуда не уйти. Это реальность. Партия ПАС и Майя Санду захватили слишком много власти. А почему мы журналисты всегда говорим, что они захватили? Ты, наверное, как и я относишься к тем журналистам. Получили. Нет, нет. Получили. Нет, нет. Здесь очень важный нюанс. Очень многие наши коллеги, и я не скрою, я верю, что Санду стала президентом из-за абсолютной глупости, тупости и жадности господина Додона. И меня в обратном никто за эти два года не переубедил. Вклад Додона в победу Санду и ПАСа, он первостепенный. Никто столько и не сделал для их победы. Да, абсолютно. Второй момент – это диаспора. Больше 200 тысяч голосов. Каждый четвертый голос и ПАСа, и Санду получили из-за рубежа. У меня свое мнение. Я считаю, что права диаспоры на участие в выборах, электоральные права диаспоры, должны быть ограничены. По примеру, Израиля и Армении. То есть в Израиле и Армении у них тоже диаспоры будут здоровы. Что евреанская, что армянская. Но никто не может из армян в Лос-Анджелесе или из евреев в Канаде пойти там у себя на месте. В посольство или в консульство проголосовать. Даже в посольство не могут. Если ты хочешь проголосовать, подними свое тело, приезжай домой, сделай какую-то там жертву и имеешь право проголосовать дома только на месте, внутри Армении или внутри Израиля. То есть это нормально. Допустим, наши в Италии, вот есть люди, которые там в Италии или в Америке 20 лет назад вообще сюда не приехали. И они продолжают ходить голосовать и говорят, что мы за европейский курс Молдовы. Да плевать, вот сейчас 90 тысяч еще уехало. То есть они же говорят, что мы создадим здесь такие условия, что вся диаспора вернется назад. Они создают пока такие условия, что люди только еще больше отсюда уезжают. То есть из Италии 4 человека, если сядут в машину, за 200-300 евро можно приехать, скинуться. Спокойно. Спокойно. И это не такие уж большие деньги. Если ты так переживаешь за свою малую родину, за то, какая здесь власть, вот сядь, предприми вот это усилие, сделай эту небольшую жертву. Вот я за это, чтобы ограничить вообще права диаспоры на голосование за рубежом. Но они же, конечно, на это не пойдут, потому что они еще хотят ввести электронное голосование, чтобы еще больше сфальсифицировать выборы. Вот мы отошли в сторону диаспоры. Ну это важно. Это наши соплеменники. А начались? Ты начал нас убеждать, что твой политический консалтик сегодня будет бесплатным. Да. То есть есть проевропейское так называемое поле. Опросы показывают, что это где-то 55-60% поддержки избирателей. И есть не проевропейское, это может быть 35-40%. То есть и оно никуда не денется, оно существует. Я сейчас еще одну сторону сделаю как бы оговорку. У нас условные вот это деление, левый и правый, левый это пророссийский и антиевропейский, а правый это проевропейский и антироссийский, антипреднестровский, антипреднестровский, там какие угодно. Это неправильная терминология, она вводит людей почему в заблуждение. Вот если скажут, мы проевропейские, я говорю, я вас не поддерживаю. Они говорят, значит, ты против Европы. Но я не против Европы. То есть я не за вас. И поэтому я предпочитаю в последнее время про-ЕСовский. ЕС, это более точно, вот Великобритания, она вышла из ЕС, но кто-то скажет, что англичане это меньше европейцы, чем румыны или болгары, или молдаване. Хороший вопрос. Конечно нет, англичане, европейцы, европейцы, больше тысячи лет. Точно так же, если я не поддерживаю ваш курс на евроинтеграцию, я евроскептик. Я считаю, что это все вообще бредсиво. Ты не единственный евроскептик в этой стране. Если я не поддерживаю ваш курс, это не значит, что я пророссийский, что я завтра возьму автомат, пойду воевать против Европы. То есть я не анти-никто, не анти-европейский, не анти-российский, не анти-румынский, не анти-украинский, даже не анти-американский, не анти-китайский. Я промолдавский. Поэтому с терминологией лучше так. Про-ЕСовский и евроскептический. Есть вот эта группа избирателей 35-40%, и они хотели бы быть представленными все-таки в структурах власти. Сейчас они полностью маргинализированы. Твой совет, твоя рекомендация? ПАС захватил слишком много власти. Мой совет такой. Если вы хотите ограничить власть ПАС и Майя и Санду, нужно составить стратегию. Местные выборы. Получится, как получится. Но они покажут баланс сил. Они покажут баланс сил, согласитесь. Особенно по Кишиневу, можно отдельно по Кишиневу. Чуть попозже. 6 ноября мы прощнемся с балансом сил по всей стране. Но президентские выборы. Санду имеет сейчас все шансы выиграть. Не спорю, не вижу реального кандидата. На проевропейском, за ЕСовском фланге у нее нет конкурентов. То есть она там действительно королева. Стоп, стоп, извини. Ни Кику, ни Чабани тянут? Нет, конечно, они не могут у нее выиграть. Здесь, если будет второй тур, выйдет один от про-ЕСовских сил и один от евроскептических, скажем так, или не про-ЕСовских сил. Ну а кого ты видишь из евроскептиков? Кто может... Сейчас. И во втором туре уже, как решат избиратели. То есть если вы хотите убрать Майю Санду, то ни Дадон... Из политики, а то тебе неправильный пенут. Из кресла ее президентского, да. А смысл в этом есть. Это единственный смысл президентских выборов. Убрать Майю Санду из этого кресла. Если Дадон, Шора, кандидат, Воронин, будут рассказывать сказки, как они поменяют всю Молдову, как они здесь все переструют. Мы это слышали уже много лет. Мы это слышали, и можно вспомнить, когда Дона отключали, включали. Отразивки. Чем все закончилось, его президентство. Сколько он себя не надувал. И после 40 встреч с Путиным все равно все это плохо кончилось. То есть если выходит Санду во второй тур, а здесь любой из них, Воронин или кто-то от Воронина, Дадон или кто-то от Шора, она легко побьет любого. Она их перебет до выборов. Она, моя точка зрения, их перебет до выборов, если не помню. То есть мое предположение или предложение, Воронин, Дадон и Шор, нравится Шор, не нравится, другой вопрос. Они должны сесть уже сегодня, Шор по скайпу, идти могут. Без скайпа. Могут полететь к нему в Израиле. Найти какого-то человека. Который мог бы быть общим кандидатом. А где они найдут еще одного Тимофтия? Они же умные, пусть сидят и ищут. И они должны будут уже объявить буквально осенью, что вот это наш общий кандидат на президентских выборах. И наша цель убрать Санду из кресла президента. Другой цели нет. Потому что если они, я повторяю, начнут рассказывать, как они обустроят Молдову, это все будут очередные сказки. Хотя бы почему. Потому что вот представим, ладно, Санду выберут, она действительно продолжит свою листью. Вот у нее все четко, да. Да? Она все, она идет. Она предсказуема в этом отношении. Без проблем. Допустим, условно, Дадон. Допустим, он выигрывает, чудо какое-то случилось. Вот он приходит в этот президентский дворец и начинает что-то там вещать. У него напротив сидит 63 депутата в парламенте. Через другую дорогу сидит правительство Дарина Ричана, пас. Они его могут выключить, включить, а могут импичмент ему объявить. Могут, что хочешь с ним делать. А он ничего не сможет сделать. Абсолютно. Он даже силовиков не будет контролировать. Будет надувать чоки. Скажи мне, пожалуйста. Но если будет общий какой-то кандидат, которого они уже сейчас будут продвигать, именно под эту идею, чтобы сместить Майю Санду, чтобы она не занимала эту должность президентскую, потому что эта должность, она важна для парламентских. Для парламентских. Сейчас мостик. Если Санду теряет президентскую должность, посыпется. Мы же это понимаем. Совершенно верно. А если нет, то не сыпется. Идет дальше. И тогда из этого президентского кресла, президентских выборов, мы перекидываем мостик к парламентским выборам 25-го года. И вот там, вот этой власти можно нанести уже решающий удар. А там уже найдется место и для Додона, и для Воронина, и для Шоровцев. То есть там уже мест много. Скажи, давай сделаем так. Я смотрю, что ты вошел во вкус. Ты хорошо разогрелся. Друзья, рекламная пауза пройдет очень быстро. Не отключайтесь, потому что мы только разминаемся. До встречи. До скорого. Слушай, я немного и не понял последнее хождение в народ нашего столичного гражданчанника Новоселия Чичибана. Я о милонском вояже и о барселонском вояже. То есть я все понимаю, что ребята артисты, зарабатывая деньги. Мы оба приблизительно знаем гонорар из дубов. Плюс транспортные расходы, бэкстейдж и прочее, прочее, прочее. Но зачем это делать, раз эти люди никак в силу объективных и субъективных факторов никоим образом не поваляют на выборы, предстоящие выборы столичного гражданчанника. Зачем он это делает? Что это ему дает? Я не понимаю. Может быть, два объяснения. Первое, он заботится о диаспоре, просто честно хочет их развлечь, концерт им организовать, хору, чтобы они станцевали. Серьезно, сегодня в Милане, завтра в Барселоне, послезавтра в Капучино. Дорогое такое удовольствие. Ну да. И не дешевое. А второе, он готовится к президентским выборам. К президентским? Ну да. И решил, а ну следующие же у нас президентские. Ну да, но для этого сначала надо... А примарские, ну внешние голосования. Надо выиграть Кишинев. Да, вот с Чабаном какая история. В Кишиневе выборы всегда были геополитическими тоже. Это было всегда. Так уж сложилось. Дорин Киртуака даже выиграл у коммунистов именно в 2007. Потом он выиграл у Додона. Потом он выиграл у Зинаиды Гречаной. И потом Чабану очень повезло, что он баллотировался в примары осенью 2019 года. Тогда на национальном уровне существовал блок партии АКУМ, блок АКУМ, в который входила платформа «Да». От нее шел Андрей Анастасий, партия АПАС, Моисандо, и партия социалистов. Они были в блоке на национальном уровне, в парламенте и в правительстве. Это, кстати, было очень хорошее время. Зачем Додон поломал этот блок? Отдельный вопрос. И у них была договоренность, так называемый, пакт о ненападении. То есть мы друг друга не шпыняем. Их объединил просто общий враг по фамилии Мухаммана. Обсуждаем местные вопросы, канализация, освещение, тротуары. И Чабан успел проскочить в это окошко. Окошко, когда Анастасий действительно его не трогал по темам геополитики, по такой-сякой, антиевропейский, неевропейский. И он проскочил на этой тематике хозяйственной. Он пришел в примарию с имиджем «Он господар, завхоз, хозяйственник, будет решать хозяйственные вопросы». И первые два года он действительно отлично это делал. Да, согласен. Мне очень нравилось. Пока не создал проект под названием «Ман». За два года он сделал больше, чем Киртока за три срока своих. Да, это правда. Кишиня преобразился в лучшую сторону. И если бы он пошел на выборы вот так, как независимый столичный градоначальник, который не связан ни с какими партиями. То есть моя партия кишиневца, моя страна Кишинев, мы будем дальше тут улучшать то, сё. Я женился на Кишиневе. Я бы проголосовал за него, честное слово. Отличная альтернатива всем вот этому дурдому. Опять же, что за БСР его попутал? Раз он уже полез в эту геополитическую и политическую хору, то на него уже смотрят совсем по-другому. Причем он сменил свою ориентацию геополитическую. Геополитическую. Да, он был номером два в партии социалистов. Не просто он был в партии социалистов, ну каким-то там десятым или двадцатым. Он отвечал за идеологию, насколько я помню. Он был номером вторым и отвечал за идеологию и пропаганду. Вот всё, что почти 10 лет пропагандировало ПСРМ, это вот он всё придумывал. Он делал газеты, он писал там доклады, он выступал. Слушай, крутой рост от пресс-секретаря Донна до секретаря по идеологии. И тут он переворачивается. Выходит, говорит, что я создаю свою проевропейскую партию, я предлагаю там пакт Лос-Ногов подписать в пользу евроинтеграции со всех европейских партий. Ладно бы он объяснил, почему он это сделал. Но он даже не удосужился объяснить, почему он это сделал. То есть человек бы вышел и сказал, я разочаровался там в том-то, в том-то, в том-то. Дмитрий, ну если вторая беда, извини, партия МАН, если мне не изменяет память, была официально анонсирована в декабре прошлого года. Я вот уже какой, девятый месяц, да, пошёл, восьмой месяц. Ты слышал что-нибудь об этой партии? Мертворождённые продукты изначально. Да, но Чибан, он уже воспринимается как политик, он в общенациональную политику залез, причём на этом проевропейском, за ЕСовском фланге. А там тесно, там есть королева, Майя Санду. Я на них двинец. Это мировой бренд, который поддерживается всем мировым сообществом, прогрессивным, западным, как они говорят. А остальные у неё на подтанцовке. Вот ты идёшь к Майе Санду на подтанцовку, ты её не можешь побить. А Чибан этого не понимал? Я не знаю, он вроде не дурак, но... Так зачем ты создаёшь политический проект, не понимая, какие у них перспективы? Не знаю. И что происходит в Кишинёве? Кишинёв, он разделён действительно геополитически. Это мы общаемся, видим, это слышим. И вот эта не за ЕСовская часть Кишинёва, она чувствует себя ущемлённой и обиженной. И она готова как-то вот этим отомстить, ответить, нанести какой-то реванш. И что происходит? Нет. Допустим, ну эти уже выдвинули своего Лилиана Карпа, и он будет идти как кандидат ПАС. ПАС очень мощные структуры по Кишинёву. Серьёзно? Реально мощные партийные структуры. А когда они успели их создать? За эти работы? Ну, сеть людей, сеть активистов очень большая. И они все идейные. Они все идейные, и они очень массово голосуют за этих, за европейских, которых сейчас представляет ПАС. То есть, я просто знаю, например, некоторые пригороды, там примары от ПАС. Если они скажут насчёт агитировать за Карпа, то многие люди их послушают. Если Майя Санда выйдет и скажет, что я призываю вас голосовать за Карпа, многие кишинёвцы пойдут и проголосуют. То есть, он основной на этом про-ЕСовском фланге. Остальные все, вот Чибан, Кубы, Шмубы, другие. Так какие шансы тогда у... Сейчас. Они на подтанцовке у них. То есть, побить кандидата ПАС, при том, что он вообще никакой. Но он не Карп. То есть, мог быть там Карась, Щука, Судак, Кошка Майя Санду. Но он идёт как ПАС. ПАС. И они его будут продвигать, и у него все шансы выйти во второй тур. Но вот эти евроскептики... Подожди, во второй тур с кем? Я сейчас говорю. Но эти, которые евроцентристы и не проевропейцы, их тоже очень много в Кишинёве. И они ищут своего представителя. А зачем ищут, если опять же есть Чибан? Или это не их предательство? Нет, он... Сейчас до Чибана... А Чибан для этих предателей. Он реально предатель. Он предал партию социалистов, партию коммунистов. Он предатель, который предал партию, которая его продвинула в примары. И ещё и при этом перевернулся. Перевёртыш, перевернулся всю свою идеологию. С евроскептической, скажем так, на проевропейскую. И они успеют. Вот у них есть полгода. Они объяснят всем этим людям, социалистам, что Чибан предатель. И что он уже продал... А там уже к лидам сошёл, да? Прости, ты думаешь, что Дадон и Чибан, понимая все риски для их обоих, их партий, они не закурят трубку мира и не договорятся? То есть всё? Нет, я думаю, нет. То есть корабли разошлись? Конечно, они разошлись. Они не разговаривают между собой. Они выдвинут кого-то там, ну, Дадон говорит, что он сам может выйти. А ты в это веришь? Ну, это будет полный позор, когда бывший президент баллотируется в мэры столицы со всеми шансами проиграть. Это полный позор. Помнишь историю, что бывший президент стал премьер-министром, и ничего? Ну, это ещё нормально, президент премьер-министром или мэр стал президентом. Вадим, прости, прости, перебью, но давай я растужу это логически. Мы оба приходим к выводу, и не только мы, масса нормальных, адекватных, здорово-мощущих людей, что если в следующем году схлестнуться с Анду и Дадон, у Дадона нет никаких шансов. Нет, нет шансов. Так, может быть, в нём сработает биологический, политический, личный, мужской инстинкт самосохранения. Но если не быть президентом, то лучше быть первым парнем на деревне. Пойду-ка я в мэры, и тогда, слушай, баланс сил может претерпеть интересные метаморфозы. Ему скоро 50 лет, 4 года второго срока с Анду, гипотически. А Дадоню все забудут. У него будет и дальше расти лысина. И что дальше? Ему ничего не светит. А здесь мэр Кишинёва почётно. Свежая броня за санкциональный рентин. Пройдёт, то есть, эти люди, эта категория избирателей, она тоже объединится вокруг условного кандидата. Там партии социалистов, коммунистов, не знаю, будут разные. Вот если Шор влезет сюда, это может создать проблемы всем. То есть, он может поломать. А с кем он влезет, если, я так понимаю, что Таубер будут мариновать? Тоже любого. Ну, не знаю. Ну, всё равно он может. Процентов 10 они будут. Ты думаешь, что фактор X выбор мэра Кишинёва – это Шоровцы? И Шор? Как тёмная лошадка, да? Тёмная лошадка, да. Ну, они могут испортить игру вот этим. Они, опять же, хорошо было бы, чтобы они объединились и в Покишинёва тоже все. Ты же помнишь, мы не разу в этой студии за этим столом вспоминали потрясающе народную, очень поучительную молдавско-румынскую пословицу. Ямари, Рынза, Молдавановы. Амбиции через край. Как они объединятся? Да, да. Ты что? Пока никак. Ты вообще, Иоанна Чибан, не даёшь никаких шансов выиграть эту схватку? Нет, я рассказываю, как примерно реально, на мой взгляд, оно будет происходить. То есть, Кишинёв разорвётся по геополитическим… Он уже разорван. Разорван. Нестроимы люди. Разорван. Так, значит, есть проевропейское. Чибан, он объявил себя за европейцем. Это не его поле. Он не может там конкурировать с чемпионами, которые там. И он ушёл оттуда. Он чужой среди своих и чужой среди чужих. Только Никита Михалковь его спасёт. Ну, то его немножко фильм по-другому назвался. И вот он может провалиться. Ты же не можешь идти на выборы с лозунгом «Ампус плитка анкапитала, амспом плитка антатсара». То есть, это же не… То есть, что я буду плитку дальше… Давай пойдём по-другому пути. Что может помочь позволить Иоанну Васильевичу Чибан, потому что у нас есть два сейчас Иоанна Васильевича, Кику Чибан, в чистую выиграть эти выборы. И упас, и не упас. Есть хоть одна перспектива? Если он как-то побьёт Карпа, то он выйдет по этому флангу во второй тур. И тогда он уже во втором туре выиграет у… А ты можешь всем нам и самому себе объяснить? Вот я очень внимательно проанализировал деятельность Санду и до президентства, и время президентства, и господина Чибан, до мэрства и время мэрства. Парадокс заключается в том, что Иоанна и он повторяют одну и ту же ошибку. У них нет никаких политических союзников. Внутри молдавского политического поля, но за Санду стоит Вашингтон, Брюссель, Бухарест, Киев. Ты говорил, 20-30% избирателей, значительная часть диаспоры. Я не понимаю, кто сегодня теоретически поможет господину Чибан в предстоящей выбранной кампании. Кто за него пишется? Ну, судя по тому, что он делает столицу, ну, это, в принципе, все столицы, все мегаполисы, они такие города хипстерские. То есть для такой молодежи, которая любит там красиво жить, развлекаться, кататься на самокатах, сидеть в пиццериях, на концерты какие-то ходить. Вот он делает такой город хипстерский. В этом нет ничего плохого. Но эти молодежи на выборы не ходят. Нет. Они пивка выпьют и не поспят в воскресенье. Они будут пикаюваться, ходить на концерты в Милане, в Барселоне, или на Ботанике, или в парке Алунел. Но на выборы не пойдут. Они не пойдут, пойдут люди, которые с этих геополитических противоположностей. Скажи мне, пожалуйста, чего ждать все же от Шура и Шуровцев? Потому что их десятки бесцельных броновских движений по улицам, проспектам, бульварам Кишинева, которые дали нулевой результат. Я так не понимаю, от чего потрачены эти десятки миллионов, если возле не там, как у классика. Чего он вообще хочет о жизни? Или просто отмываются огромные деньги, и это позволяет ему безбедно жить в Израиле? Ну, я не могу в голову ему залезть, но могу только предположить, как я вижу это со стороны. То есть, на мой взгляд, цель Шура состоит в собственной реабилитации. Перед кем? Перед судебной инстанцией? Перед всеми, перед самим собой, перед семьей, перед инстанциями судебными, внешними партнерами. Что это значит? Это значит, что ему надо сменить власть в Молдове. Ну, ты же понимаешь, что это нереально. Ну, я говорю, как я вижу. То есть, он хочет сменить власть в Молдове. Потом он хочет снять с себя все судимости, как филат. Отмыться от всех... Филату это удалось? Отмыться от всех уголовного шлейфа, вот этого своего. И дальше продолжать заниматься бизнесом и политикой в Молдове, и не только в Молдове. Вот я представляю примерно, какие цели преследуют лично Шур. Ну, а что говорите? Для достижения этих целей он использует свою партию. Это понятно. То есть, как таран. Других рычагов нет. Многие люди, может быть, какие-то там верхушка понимают, что происходит, а большинство людей, думаю, не понимают вообще. Мне кажется ли, Илон Миронович Марину Александровну потихонечку начал сливать? Я не в курсе. Не скажу. Скажи мне, пожалуйста, как человек хорошо информированный, какое... Сегодня какое число у нас? Одиннадцатое. Одиннадцатое. Госпожа Влах будет в должности действующего башкана Гагуискофтанами еще ровно 8 дней. 19 числа истекает сроки полномочий, и она может помахать своему 8-летнему сроку пребывания в должности башкана в Камрате. Ручкой. Что дальше? Какую игру она сыграет? И с кем она пойдет дальше по жизни в политическом плане? Это будет Кику, или она все же приметнется к Чубам? Она сказала, что она объявит, как уйдет... Следует ждать 20-го числа? Лучше дождаться, когда она сама объявит. Но судя по ее действиям, да, она хочет заняться политикой на национальном уровне. То, что она язык учит, выступает везде на разных мероприятиях. Вот она была на съезде партии Кику, кстати. Да, я ее видел. И выступала. И хорошо выступила, кстати. Я понимаю, что они тесно сотрудничают. То есть, да, она хочет, наверное, выйти на национальный уровень. А у нас что здесь? Опять же, президентские выборы. И парламентские. Да, может пойти кандидатом в президент, и дальше парламентские. Кандидатом в президент от партии Кику? Думаю, что от партии Кику пойдет сам Кику. Хочет, по крайней мере, пойти. Это хороший вопрос. Ну, независимым трудно, конечно. Там есть проблемы. Хотя у нее, я думаю, не будет проблемы собрать 20 тысяч подписей. На что рассчитывает господин Филат, вновь вернувшись в кресло лидера молдавских либерал-демократов? Ну, опять же, во-первых, у него, наверное, есть личные обиды. Это видно. Он их не скрывает. И это его можно понять. Он пострадал во многом из-за своей глупости, доверчивости, скажем так. То есть, ну, один пример, когда в 2012, кажется, году у партии Филата было 32 депутатских мандата, а у партии Воронина было 40 депутатских. У них было 72 мандата на двоих. А у Плохотнюка и Демократа было 19 мандатов. И они уже вот-вот-вот собрали свой этот знаменитый арбуз, коалицию красно-зеленую, коммунистическую, либерально-демократическую. И там сняли даже Филата, по-моему, с должности вице-спикера или первого вице-спикера. И собрались переформатировать весь этот альянс за европейскую интеграцию, создавать свое. И тут вмешались как внешние силы, которые надавили на Филата, сказали, у нас тут на носу вильнюсский саммит, вообще европейская интеграция, ты что творишь, с какими-то коммунистами собрался там коалицию. Опять вильнюс. Я думаю, что вмешался и Владимир Георгиевич Плохотнюк, но у него своеобразные, видны, были какие-то способы воздействия на обоих этих игроков. И он с 19 мандатами по отдельности уничтожил сначала одного, а потом уничтожил второго. И взял по контролю в городскую политику. Я не могла аплодировать ему, но вопрос, а кто они после этого, если они... Ну, в лучшем случае... Ну, да, нельзя, мы в эфире, нельзя материться. Не, я не материться. Скажи мне, пожалуйста. То есть, и вот, да, и он потом ему уголовное дело, он сидел в тюрьме. Это, конечно... У нас было три. Никому не пожелаешь. Три политических седельца. Его все предали. Посад, Филат и Платон. Его все предали. То есть, все его друзья по партии... Я помню, как он говорил. Мой друг такой-то. И все о нем забывали. Мой хороший друг такой-то. Мои друзья такие-то. Все друзья его предали. Сколько ему понадобится... И не просто вот как бы отвернулись, они ушли к его врагам. Сколько ты думаешь, ему понадобится времени на раскачку, чтобы вернуться на высокую орбиту молодовской политики? Ну, я не представляю, как он сможет этого добиться. Не веришь? Нет. Здесь не вопрос, вера не вера, а просто не вижу как. Скажи мне, пожалуйста, вот мы в самом начале, мы немного, опять же, возвращаемся к геополитике. Но это важно, потому что это тема номер один сегодня во всех мировых масс-медиа. Сами двинемся. Дивиденты. Давай оставим в сторону романтизм и идеализм. Мы, к счастью, с тобой не пасовцы. Дивиденты для страны, для тебя, для меня, для всех наших зрителей, для всех наших соплеменников. Что это даст? Ну, это поддержка. Сегодня опубликовано в комьюнике первого дня этого саммита. И там есть пункт, я уже говорил... 62-й, кажется, да? Да, где-то там в конце. В поддержку Молдовы. То есть это еще один сигнал. НАТО все-таки мощная организация, 31 государство. Уже, да. С учетом в Швеции. То есть это еще один сигнал поддержки. Тут, опять же, надо смотреть на ситуацию в целом. После 24 февраля 2022 года все поменялось. Да, 22, прости. Все в Европе поменялось. Кардинально. Отпустился железный занавес. С одной стороны Российская Федерация, с другой стороны все остальные. Где-то 50 государств объединились в коалицию в поддержку Украины против России. И Россия всем противостоит. Весь Европейский Союз и все его государства-члены признаны недружественными со стороны Российской Федерации. Молдова еще как бы не попала в эту категорию. Но они работают над этим. Наши работают. Да. Евросоюз ввел там 11 пакетов санкций. Сейчас вот саммит НАТО. Все, конца края всему этому не видно. Молдова получила статус кандидата в члены Европейского Союза в качестве прицепа к украинскому самосвалу или грузовику. И вот она так и будет, как нитка за иголкой и везде идти за Украиной. То есть сегодня быть с ЕС означает быть против России. И руководство Молдовы очень четко следует этому курсу. И вот эти все шпионские дела с пропагандой. Это все вписывается в это. Вот сегодня Папевску глава Медея в Вильнюсе заявил, что мы изучаем вредительское влияние России на Молдову и готовим меры. То есть понятно, что они готовят вплоть до разрыва с СНГ, потому что СНГ тут вообще как бы не нужно. Ну да, динонсиация договоров началась. До или закрытия российского посольства, или по крайней мере до существенного сокращения персонала российского посольства. Скажи мне, пожалуйста, а что может сегодня помешать, ну если играться, то играться уже по-взрослому. А что сегодня может помешать Путину, которому, насколько я понимаю, уже наплевать на будущее Евросоюза? То есть каждый идет уже до конца, это понятно. Не может проиграть ни Зеленский, ни Украина, не может проиграть ни Путин, ни Россия. Это патовая ситуация. Я себе смутно представляю, чем она закончится. А что может сегодня помешать Путину, Кремлю, российской власти в целом кардинально поменять баланс и статус-кво Республики Молдова, не потратив, развалить эту страну, не потратив на это ни одного солдата, ни офицера, ни патрона, ни одного снаряда? Просто Москва возьмет и признает независимость Приднестровской и Молдовской Республики с непонятной реакцией страны грузской автономии и так далее. И что дальше? Украина реально очень мощные вооруженные силы. Да, мы это уже все поняли. Очень мощные. И когда НАТО говорят, что Украина не готова, то есть если Украина теоретически, представим, развернет свою миллионную армию в другую сторону, то она легко пройдет по Польше, по Германии и дойдет до Парижа. То есть они не смогут им запротивляться. Занять Приднестровье украинским войскам ничего не стоит. Думаю, это максимум 3 часа. Да, то есть если Россия объявит, условно говоря, признание Приднестровья или включит его в свой состав, то она должна будет как-то это обеспечить, в том числе силовым путем. Если она этого не сможет сделать, то Украина займет левобережье и все. Это будет под украинским контролем. Я думаю, Россия не будет этим заниматься, я надеюсь. То есть все-таки было бы хорошо, чтобы Приднестровье оставалось теоретически в составе Молдовы. И когда-то все-таки мы бы решили этот вопрос. Кстати, очень печально, если 2023 год станет последним годом миссии ОБСЕ. Об этом говорят, что миссия... Прости, а что тебя печалит, учитывая, что эта миссия за последние лет 20 не могла остановить... Извини, киле 20. 30, ровно 30. Нет, когда началась бомбардировка в Кагуславе? В мае 99-го. Да, я там работал, в лагере козовских беженцев в Чаглине. А что вам миссия? Мне кажется, это просто сборище бюрократов, которые получают фактические зарплаты. Да, это так. И которые нифига не сделали. Да, но все-таки они, когда вот эта напряженность, они все-таки сдерживали напряженность. То есть им удавалось не доводить ситуацию. Наряду с другими механизмами, это миротворческая операция, международная контрольная комиссия, зона безопасности. Прости, спокойно вместо них можно... Ты видел их навороченные джипы, которые стоят десятками по улице Матьевич? Нет. То, что они ничего не могут сделать положительного, ну это понятно. Только зачем? Извини, зачем нам эта импотетная структура? Ну, нам, я не знаю, но Российская Федерация всерьез рассматривает вопрос о выходе из ОБСЕ. Там звучат такие голоса. Прекрасно, но всегда... Как и Советы Европы. Подожди, ну, ОБСЕ всегда можно найти великолепную альтернативу, которая, кстати, показала, доказала свою эффективность во многих странах и континентах. Это голубые каски ООН. И зачем нам ОБСЕ? Я сейчас не могу спекулировать. Нет, нет, я вижу молдавских масс-медиа. Я не хочу, чтобы у нас в 40 километрах отсюда взорвалось и чтобы прилетало по Кишиневу. Вот я не хочу. А ООН может к этому прийти. Нет, твои сомнения и страхи оправданы, потому что каждый нормальный гражданин этой страны думает, наверное, так же, как и ты. И это абсолютно правильно и адекватно. Вопрос только в том, что мы должны, опять же, оценивать... Слушай, нас за... Нет, потому что, как ты говоришь, Россия признает независимость Приднестровья и развалит Молдову. Али грузинский сценарий 2008 года. Да, но... Абхазия и Южная Сетя. Ну, нам-то что от этого будет? То есть, туда, предположим, войдут украинские войска. Власти вот эти Кишинева обратятся к Румынии. Румыния ведет на правый берег свои войска. А мы что будем делать? Смотреть, как тут они убивают. Я хочу тебе сказать одну печальную историю, которая до меня дошла, как ни странно, из Тбилиси. Это был понедельник или вторник текущего... Прости, понедельник, вторник прошлой недели. Ты знаешь историю, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил, мягко говоря, украинского посла в Киеве покинуть территорию страны. Вот здесь была правительственная делегация из Тбилиси в начале прошлой недели. Межправительственная делегация по экономическому блоку между странами. До меня от одного из их членов дошла информация, что госпожа Санду под мощнейшим давлением Киева сегодня рассматривает аналогичный шаг. Попросить грузинского посла в республике Молдова Ливана Диасомедзе покинуть Кишинев. Ну, из-за неправильного отношения нынешней грузинской власти по отношению к экс-президенту Саакашвили. Ты понимаешь, что если будет пройден этот некий Рубикон в отношениях между Кишиневом и не с Москвой, а в отношениях с Тбилиси, то ситуация здесь может пойти по очень интересному сценарию. Да, тут опять же нужно понимать, что происходит в целом. А в целом, что происходит? Любая империя, большая, она не разваливается без военных столкновений, конфликтов. Когда создавали СНГ, СНГ был задуман как механизм мирного развода бывших СНГ. Во многом это получилось. И думали, нам повезло, не по югославскому сценарию мы разошлись. Но через 30 лет нас вот это все, развал империи, он догнал. Дорогой мой, коллега, но не совсем. Гражданская война в Грузии, гражданская война в Аджикистане, межэтнические столкновения в Киргизии, межэтнические столкновения в Узбекистане. И пошло-поехало. А, прости, а классика жанра до сих пор тлеющий костер между Арменией и Азербайджаном? То, что дойдет до реальной войны между двумя крупнейшими бывшими советскими республиками, Россией и Украиной, мало, наверное, кто-то предпочитает. Проиграют в этом конфликте все. Скажи мне, пожалуйста. И вот руководство Молдовы, оно на стороне Украины, оно страдает такой острой украинофилией. Грузины, они не хотят вмешиваться. Это видно уж. Они говорят, что это не наша война, мы не занимаем ничью сторону, мы не хотим, чтобы нас... Официальная позиция грузинского правительства в следующие. Российские войска находятся на территории двух наших республик. Это Абхазия и Южная Осетия. Зачем нам ввязываться в потенциальный военный конфликт с Россией после августа 2008 года? Я позицию нынешнего грузинского премьера и его правительства прекрасно понимаю. Риски слишком великим. Если вот к Приднестровью вернуться, признать, не признать, будет там конфликт, не будет. Это тоже по сравнению с тем, что происходит на территории Украины, это нельзя так говорить мелочь. Но это вот как там решится, то автоматически Молдова, как она за Украиной идет, она тоже пойдет как нитка за иголкой, если будет какое-то решение. А в сценарии, которые я вот слежу, обсуждаются, они в чем состоят? Есть позиция Украины, что известные 10 пунктов Зеленского, Россия должна освободить всю территорию бывшей Украинской ССР, заплатить репарации, а Путина в верхушку нужно отправить в уголовный суд Гаги. Это позиция Украины. Позиция вот НАТО Запада, мы поддерживаем Украину столько, сколько надо в борьбе с Россией, Россия не должна победить на поле боя, России должно быть нанесено стратегическое поражение. Хотя никто не может объяснить, что значит нанести стратегическое поражение ядерной державе, крупнейшей. Это хороший вопрос. Но третий вариант, который звучит, что все это может продолжаться до бесконечности. Вот мы будем через 10 лет встретимся. Украинская война начинает напоминать длинную, нудную, предельно кровавую, первую мировую войну. Есть такой термин, рутинизация войны, банализация. То есть каждый день вот эти сводки уже как-то... Кровавая обыденность. Как прогноз погоды, вот убита, там, ранее. И в западных учреждениях обсуждается корейский вариант. То есть у них какая была теория, что Украина совершает контрнаступление, добивается хороших результатов позиций. И с этими хорошими результатами мы садимся за стол переговоров с русскими и навязываем какие-то выгодные для Украины и невыгодные для России условия. Но пока мы видим, что с контрнаступлением не очень получается. И теория тогда какая, что прекращение огня, это пункт первый. Прекращение огня. Дальше Украина превращается в нечто вроде Южной Кореи и Европы. Демократическое, процветающее, с гарантиями безопасности. С колоссальным новым планом маршала 21 века. Наткачка на триллионы долларов. То есть такой витрина такая, образец, как хорошо. Со своей стороны Донбасс и Россия, это Северная Корея. Изгои, которые там забыты всем миром, под санкциями, которые постоянно давят, ничего у них не получается. Вот это была картинка, которую рисовали в западных, там этих синтенках, в мозговых центрах и в том числе в очень авторитетных изданиях. Но как оно будет на самом деле, никто не может сказать. То есть вот есть разные сценарии, разные варианты. Давай вернемся к нашим реалиям, потому что я четко понимаю, что будущее и наших зрителей, и твое, и мое, и всех нас, зависит от того, чем закончится украинская война в Украине. Ты знаешь, я сегодня, готовлюсь к нашему диалогу, наткнулся на потрясающее высказывание, ты не поверишь, из старой доброй сказки Дженни Радари Чаполина. Меня передернуло, потому что я увидел Молдову образца 11 июля 2023 года. Всего лишь короткий диалог. Вопрос. Почему же они все это терпят? Их же много. А потому что они овощи. Дженни Радари Чаполина. Скажи мне, пожалуйста, я не перестаю удивляться молдавской действительности, и я не устану задавать своим гостям этот вопрос. Вот, извини за то, что повторяюсь, но это важно для всех нас. Мы, как нация, с 1991 года, где, черт побери, на ком перекрестки потеряли, что мы полностью потеряли веру в завтрашний день, полностью улетучилась наша пассионарность. Когда мы включаем новости и видим, что творят грузины, румыны, наши соседи, исторические, графические, и что творят французы, которые, если чем-то недовольны властью, то начинаются кардинальные перемены в стране. А мы до сих пор ходим толпами и верим в очередной бред, в очередную романтику и в очередной идеализм очередного кандидата куда-то. В мэры, в президенты, в депутаты. Где мы потерялись, где мы растерялись в пассионарности? На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал в Академии Госуправления в университете перед кадетами факультета правоохранительных органов. На эту речь обратили внимание. Он на одну фразу сказал, что слабые народы погибнут, а сильные народы сохранятся. А когда было по-другому? То есть, каждый на себя примеряет. Орбан объяснял, это для венгерских реалий, но каждый на себя это должен примерить. То есть, не все государства могут состояться и могут сохраниться. Причины какие? Первое, это у народа должен быть то, что называется государственнический инстинкт. То есть, народ должен... У нас его нет. Минус один. Второе, должны быть большие группы людей или классы, заинтересованные в том, чтобы это государство существовало и развивалось. У нас их нет. Таких классов, перечислить, могла бы быть интеллигенция вначале. Но интеллигенция была первой, которая отказалась от народа, предала его. Она сказала, что молдаван нет, языка у них нет. Вот, независимость она от Советского Союза, от России, но не от руганий, не от закона. Все они были обласканы советской властью. Все они получали премию Ленинского комсомола. И шикарные дома-дворцы, чуть выше бывшего кинотеатра Беругинца. Ты понимаешь, о ком речь, да? О нашем маэстре Евгении Дога. И которые получались возможные льготы от ГАЗа-24, то есть москвича 412-го до ГАЗа-24, шикарные премии, шикарные зарплаты, титулы, звания, награды, медали, ордена и прочее, прочее. Как ни странно, интеллигенция была первой, которая просто забыла все и вся. Все и ничего не создала за 30 лет независимости. Шедевральных композиций нет. Дога, при всем к нему уважении, он так и остался композитором одного вальса, который был написан в 1978 году на киностудии «Молдовафильм» для фильма «Ямилу Атяну» по произведениям Чехова. Вот это Дога. Я извиняюсь, если обидел его. Второй класс, теоретически, есть национальная буржуазия. Вот капиталисты, да? Буржуи. Наши буржуи. Предприниматели. Наши буржуи. Собираются там 50 человек таких крутых, говорят, мы хотим, чтобы у нас была страна. Чтобы была нормальная страна, нормальное государство. Работали здесь суды и все такое. Для этого мы предпринимаем то-то и то-то. Участвуем в политической борьбе. Каждый скидывается по 10 миллионов долларов. Поддерживаем какие-то партии. Создаем такие... Они этого не сделали. Нет. Каждый буржуй такой, он предпочитал решать свои проблемы сам по себе. Договариваться с какими-то политиками. Через депутата, министра, президента, премьера. Каких-то судей, прокуроров. Это проще и дешевле. И даже сейчас, когда их уничтожит их международный капитал, который сюда идет. Банки уже захватились, землю захватят, торговые сети, энергетику. Это все уже под иностранцами. Они все равно пытаются как-то что-то проскочить. И третий теоретический класс – это чиновничество или бюрократия. Вот чиновники, их много. Но они бы тоже решили, мы хотим, чтобы сделать нормальную страну. Но они тоже этого не делают. Они завтра им скажут, здесь будет другое государство. Будет платить вам больше в три раза. Значит, будете там... Лучше вам будет. Как происходит, например, с некоторыми священниками Бессарабской митрополии. Потому что там платят им зарплату. Они как бы за это идут. И вот вопрос. Когда у организма нет мышц, нет кости архитичной, мозг, душа повреждены. Может ли он быть дееспособным, такой организм? Ответ, к сожалению, отрицательный. Не может. Помнишь старое доброе выражение, что в каждой шутке есть доля правды. А может, есть смысл решить проблему этой страны, которая никак не может определиться и со своим прошлым, и со своим языком, и, наверное, главное, со своим будущим, решить кардинально. Если мы понимаем, что мы не состоялись как независимое государство, а я вынужден констатировать, прости меня за откровенность, что я все меньше и меньше в это верю, а если мы не хотим в Румынию, я всегда привожу, включая калькуляторы, почитывая, ежегодный бюджет Республики Молдова 2-2,5 миллиарда долларов. Это приблизительно стоимость одной атомной подводной лодки военно-морского флота США. А может, инициировать референдумы о том, чтобы Республика Молдова стала 50-50 штатом? Ну, был президент Аляски, Гавайи, что там, Пуэрто-Рико. Я думаю, что во многом фактически она только есть. Ну, а давай уже юридически оформим, закроем тему, не будем друг другу морочить голову и сносить крышу. Традиционная просьба в конце интервью. Так как мы живем всегда, прости, опять же, повторяюсь, это просят телезрители, это важно, учитывая, что мы живем смутные и предельно жесткие времена с непредсказуемым финалом, реально непредсказуемым, из-за событий в Украине. Чем ты успокаиваешь себя и чем ты хочешь успокоить наших телезрителей, когда совсем хреново на душе скребутся кошки и в ушах звенит их протяжное, унылое милканье. Что ты делаешь? Не, ну это такой личный вопрос. Ну, понятно, открываешь бутылку виски. Личный вопрос. Не, это залить не то. Но все равно я надеюсь. Вот я уже в возрасте, у меня нет никаких других гражданств, я не собираюсь никуда уезжать. Дмитрию Алексеевичу через месяц исполнится 60. Да, к сожалению. И, то есть, я уже буду доживать здесь. Надеяться... Копич, ты так как-то трагически, драматически сказал доживать. Ну, не, ну не уеду, в смысле, никуда. Не собираешься мигрировать? Я нет. Слышишь, даже если тебе Бухареста продолжит возглавить какую-то крутую русскоязычную газету? Не, не интересно. То есть, у нас что происходит? Ну, в индивидуальном порядке, вот, молдаване, они как-то многие устраиваются. Да, абсолютно. У государства все плохо. Послушай, от Северной Америки до Румызи, да? Государство у нас все плохо, оно слабое, оно никакое. А в личном плане все окей? В личном плане хорошо. Во многом, потому что вот это за границей. То есть, вот эти наши гастарбайтеры едут, зарабатывают где-то деньги, как-то сотрудничают с иностранными. Вот это НПОшники, они все на содержании у иностранных правительств, им тоже хорошо всем. Вот у государства плохо, да? То есть, ну, я надеюсь, надеюсь все-таки, что что-то все-таки поменяется. Я думаю, что вот эта серия выборов, местные, президентские и парламентские, они, может быть, создадут какую-то более благоприятную конфигурацию. Ты неисправимый в теме, ты еще веришь в чудо в этой стране. Ну, что я... Верьте, чудо и чудо будет. Что делать, я? От имени нашего телезрителя я хочу тебе сказать спасибо, что ты пришел к нам в белой рубашке. Спасибо. Это очень. Это очень. Друзья, сегодня у нас гостил Дмитрий Чебашенко. Судя по всплеску вопросов, которые саккумулировал и задал тебе, надеюсь, ничего не забыл и никого не обидел. Сегодня был у нас Дмитрий Чебашенко. Я считаю, считал, считаю, буду считать, это один из самых лучших. Молдавских публицистов и журналистов, человек, который всегда имел свое мнение о всех президентах, премьерах, правительствах, парламентах, партиях, власти, оппозиции. И самое главное, что Дима никогда не был, не является и вряд ли. Он почему-то сказал, что так с пессимизмом в голосе предстоящего 60-летия, к сожалению, да? Да нифига подобного. Слушай, жизнь продолжается. В 60 лет жизнь только начинается у многих. И это очень здорово, что он никогда не боялся говорить о том, что думает. Он никогда не был, не является, не будет овощем. Это и точно, в этом точно. Мы видим, как два дедушки баллотируются в президенты США. Да, как их дедушки баллотируются в президенты США. В 80-летних. Супер. Там жизнь будет ключом, понимаешь? Надо о них учиться. То мы, да, просто мальчики. Сегодня он в Вильнюсе, завтра в Мексике, послезавтра опять станет главой Белого дома. Слушай, наверное, в этом месте определенная прелесть. Привать на условности, на стереотипы и гнуть свою линию, потому что победители, в конце концов, не судили, не судят и не будут судить. Мы постараемся в следующий вторник пригласить в студию не менее интересного гостя. Ведется работа. Уверен, что вы останетесь довольны. И вас он приятно удивит. И всегда помните, что мир тесен. Земля круглая. Мы обязательно увидимся и услышимся. Берегите себя. Жизнь продолжается. Чудесного вечера. И до следующей встречи в прямом эфире ТВСИ-21 на «Главном о главном». До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин